ДИКИЙ АД Очень долго заучивать все тайминги, ребят. Без таймингов на этом уровне сложности вам делать нечего. Я покажу лишь один способ прохождения. Есть еще минимум два на каждой из этих уровней. Но, скажем так, наиболее оптимальный маршрут все-таки тот, который я покажу. Все остальные в разы сложнее. Давайте приступать. Приступаем, ребята. Господи Иисусе! Блин, ты стучать не пробовал! Молодец, Санчес. Кто это? Коп? Или частный детектив? Ядрить меня нежно. Какого хрена? Это не частный детектив! Это гребаный призрак! Легенда! Это чертов агент 47! Агент 47? Охренеть! Блин, ты о чем вообще? Рядка. Это вообще все нахрен меняет? Это меняет все! И за каким хреном он нам нужен? Тук-тук! Уборка! Удачно! Что ты делаешь? Буэнос диас, Пепита. Здрасте. Да, у нас тут легкий беспорядок. Может, зайдешь вон, ты берешься? Было бы неплохо. Сейчас. Хорошо. Наконец-то, захвати, милая. О, боже мой! О, черт! Ты гребанное животное! Господи! Мне нравится готичной девочке. Знаешь, я бы с наслаждением прикончил тебя прямо здесь и сейчас. Убийца моего агента 47, да, но видишь ли, это сейчас не в моих интересах. Так что... О, господи. Господи. Ты поступил очень плохо. Ну вот, теперь убийцу искать не буду, да? Киллера. Я вообще-то не люблю драть глотку, но это, мать вашу, просто... Йо-хо! Праздник какой-то! Попробуй. Хотя... Если подумать... Спи, моя радость, усни... Лейк, а может не надо? Это плохой план. Да ладно, милая. Давай по коням и пошустрее. Адьос. Не с места, полиция! Ну что ж, ребят, начинаем. Нам нужно сейчас очень быстро отсюда свалить. Вообще, эта миссия... Блин, тут надо быть одновременно и очень медленным и безумно быстрым. То есть, в плане реакции нужно быстро на всё реагировать. И стараться в некоторых моментах, в большинстве моментов, тупо не торопиться. Вот раньше подобных миссий фильма никогда не было. Мне кажется, что это добавило некое разнообразие всё-таки в игру. То есть, да, появились какие-то, ну, скажем так, срежестированные, поставленные сцены. Очень крутые. Появилась какая-то динамика благодаря этому, ребята. Но, опять же, это не значит, что эту миссию можно пройти только одним способом, ребят. Я нашёл минимум два. Я просто покажу наиболее оптимальный маршрут, на мой взгляд. Вы же, если поищите, там найдёте ещё второй. И, скажем так, есть ещё один. Точно, по центру, там, можно в библиотеке тоже самое пройти. Или в других местах тоже. Так, здесь нужно быть очень аккуратным. Смотрите, у нас здесь. Ждём, пока полицейский уйдёт отсюда. И нам нужно проскочить вот туда. Ждём, 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 ребята. Ждём, так, пошли, тихонько пошли. Отвлекать их с помощью всевозможных, там, кирпичей или ещё метания других предметов. Нет никакого совершенно смысла, ребят. По одной простой причине. Здесь, скажем так, слишком всё шумит, взрывается. И поэтому они нихрена всё равно не услышат. Вот здесь вот нужно быть аккуратным. Нам нужно что-то сделать. Сейчас дождаться, пока... Скажем так... Они не разойдутся, не уйдут оттуда. Иначе мы не пройдём, ребят, никак. Пока, я, я, ну и нашёл ни единого способа, как этого можно сделать вообще. Пока, я, на этом уровне сложности. На других можно вообще без проблем. Там охраны меньше, да. А вот на этом уровне сложности это безумно тяжело сделать. Смотрим. Если скинуть точку с чекпоинта, то знаете, что произойдёт? Всё, все они сразу будут на местах. То есть, они не придут сюда. Наверное, придётся это рано или поздно сделать. Так, пока что окна для прохода я не вижу. Ну, давайте попробуем найти тогда, что ж. Я обычно скидывал до чекпоинта и проходил там момент попроще. Смотрим. В принципе, окно есть, да. То есть, я могу проскочить в этот момент, когда он отворачивается. Ладно, давайте дождёмся оптимального, ну, оптимального варианта. Получается, смотрите, он встаёт к той вот этому проёму, а вот этот вот идёт налево, и я там смогу проскочить. Без проблем. Ожидаем, ожидаем. Вот, сейчас откроется, ребят, момент. Раз, два, три, четыре. Пошли. Всё, шикарно. Шикарно. Никогда так не проходило ещё. Первая секция пройдена. Начинается ад, ребят. Всё чисто. Ну всё, ребят, погнали. Давайте, здесь нужно очень быстро пробежать. Поначалу. Всё, тихо, тихо, тихо. Да, вот часто придётся, ребят, на грани балансировать. Ох, какой злой начальник, да? Там сейчас люлей будет вставлять Физана, если пойти по другому маршруту, ребят. Так, смотрите, что мы делаем здесь. Ждём тут. Аккуратно, аккуратно. Теперь подходим к нему сзади, вот сейчас. Не торопимся, не торопимся. Тихонько, тихонько. Всё. Теперь, ребята, мы залезем в шкаф. И ждём, пока слева не пройдёт охранник. Иначе мы там просто ничего не сможем сделать. Мы там не пройдём. Там, во-первых, прятаться негде внизу. И, ну, деваться просто некуда. Он сразу вас запалит, а на этом всё кончится. Он уже идёт, я уже слышу. По щелчкам. Всё, сразу выходим. Ну, тут, опять же, не торопимся, ребят. Тут, получается, вон уже охранник есть. Нам нужно что сейчас сделать. Смотрите, аккуратненько здесь, здесь. И ждём, пока он не уйдёт. Я просто не вижу ни хрена его. Я думаю, можно, да? Аккуратно. Очкастеньки давай, проваливай. Проваливай, я тебе говорю. Пошли сюда. Сюда. Направо. А вот здесь придётся попариться, ребят. Здесь реально придётся попариться. Смотрите нам, что нужно сделать. Сейчас мы дождёмся, пока тут идёт в другую сторону. И этот перестанет светить наверх. Он должен чётко светить вправо сейчас. А, уже поздно. Охранник поднимается, ребят. Хорошо. Тогда действуем по-другому. Сейчас нужно, чтобы все отвернулись. Тогда я смогу подкрасться. Он, видите, там где лежит то ли книжка, то ли что-то ещё. Вот туда. Вот смотри, сейчас он отворачивается, по идее. Да, 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 да. Всё. Теперь мы ждём. Пока вот все охранники оттуда не смоются. Ну, и не смоются, в смысле, отвернуться. Чтоб не смотрели на меня. А то я тесеняюсь. Ну, вот он смотрит сейчас туда. Вот, отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Я надеюсь, сейчас он не... А, всё идёт назад. Подождите, ждём, ждём, ждём. Ждём подходящие возможности. Давай, свети на меня. Свети на меня, говорю тебе. Свети, говорю, на меня. Ну, похоже, дело сейчас не получится. По одной простой причине. Потому что охранник поворачивается и уже идёт ко мне. Вот следующая возможность для меня будет прям идеальной. Вот прям сейчас, секунду, раз. Нифига она не идеальна. Ребят, что с вами не так? Они не дадут мне пройти, они меня сразу спалят. Хорошо, ждём подходящего момента. Не двигаемся вообще. Ну, охренеть. Так. Вот, пошли, пошли, пошли. Всё, ребят, идеально просто вышло. Обычно я здесь частенько фейлился, на самом деле. Даже когда знал, что делать. Вот начал записывать, видите, как всё хорошо пошло. Меня это безумно радует. Нет, нет, никаких следов подозревают. Вы чушь какая-то. Тут явно пусто. Чтобы одни были, нельзя быть на стороне. Можно скинуть на них и убить, но я не хочу очки, ребят, терять. Поэтому мы просто уходим отсюда. Ну, музыка, конечно, шикарна в этом Хитмане. Просто шикарна. Джаспер Кит не подкачал. Вот сейчас будет немного напряжённо. Пошли быстрее. Вертолёт, сука. Давай сюда, 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 сюда. 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 Давай-давай-давай-давай-давай. Оп. Прячемся. Вот так вот. Главное не останавливаться. Это очень важно. Всё, ребят, он меня не спалил. Секция пройдена отлично просто. Если спалит, то там Хитман прыгнет, получается, через эту палку. И здесь будет, скажем так, более тщательно проверять всё будет. Понял. Следующая секция мне безумно нравится. Вот не эта, а вот следующая. Там просто столько приколюк на самом деле. Так, давай сейчас аккуратно уйдём. Подождём, пока он двинется налево. Я сразу выйду и пойду дальше. Ох, чёрт, было близко, было близко. Было очень близко. Сюда. Давай, уходи, уходи, уходи. Они всё ещё ищут в библиотеке. По мне, так это поиски вслепую. Преступник, наверное, ещё в отеле. Поджаривается. А, чёрт, я закосячил, ребят, я косякопор. Давай, давай, давай. Тут, кстати, ещё можно другим, по-моему, путём пройти. То есть вот на все моменты здесь есть два способа прохождения, да? Там только редкое исключение бывает, что только вот одним способом можно пройти. Сюда. Сюда. О, чёрт. Опять закосячил. Ладно, давайте импровизировать. Сейчас. Давайте импровизировать. В таком случае, раз не получается, так как я планирую. Просто диалог запускается тогда, когда я подхожу сюда. То есть до этого они ничего не происходят вообще совершенно. Ждём. Не забываем про этого. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Всё шикарно. А теперь моя любимая секция. Я прям её обожаю. Тут столько приколов. Смотрите. Нужно избавиться от палева, спустить в унитаз, да? Он говорит. Та-дам. Так, прячемся здесь. Совсем чуть-чуть их лекарства, слышишь? Выращивают. Гениально просто. Гениально просто. Отойди от меня. Полейся одеколоном, ты весь своей травой провонял. Да, ладно. А без этого идёте с нами. У этих парней по 20 грамм в кармане. Нефиг с ними общаться, как с преступниками. И теперь нужно сейчас приготовиться и сразу следовать за ним. Надо всё делать по инструкции. Да, поворачивайся, поворачивайся. Всё, пошли. Сюда. 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 Да, 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 да. Действительно. Осталось совсем немного до конца этой миссии. Ребят, я вам говорил, это вот тут... Всё, что вы сейчас видите, репетировалось просто невероятное количество времени. И то я залажал очень сильно на том моменте с вертолётом. Да, я знаю. Сейчас я тебе покажу. Наша задача следующая. Сейчас, смотри, сейчас объясню. Нам нужно открыть этот сейф, потом врубить радио, да, чтобы, ну, привлечь его внимание сюда. Он обнаружил, что сейф открыт, в этом-то хрена денег. Что произойдёт? Он позовёт сюда всех охранников, всех полицейских. И они будут там пока стоять, разговаривать, кто на что будет тратить, я смогу дойти до лифта. Сейчас я этого сделать не могу. Опять же, это не единственный способ, но мне он кажется наиболее интересным, да. Тут можно ещё диверсию устроить, взорвать чё-нибудь, тогда там толпа, скажем так, слетится на взрыв. Ну, там много чего можно сделать. Теперь, включаем радио. И смотрите, как только войдут четверо после него, можно идти. Эй, есть кто-нибудь? Зломалось, наверное. Срать господня! Что у нас тут? Ребята, посмотрите на это! Смотрим. Раз. Два. Три. И четыре. Давай. Всё, можно выходить. Аккуратно, аккуратно здесь. Главное, не это самое, не закосячить. Он в открытую дверь стучал, да, ребят? Такое бывает. Аккуратно здесь. Вот это, наверное, как я. Чёрт! Сначала. Тут, по идее, сейчас должен будет выйти полицейский. Вот, я не могу понять момента одного. Вот сейчас, смотрите. Вот он вышел. Вот сейчас самый нужный момент, ребят. Сейчас всё должно сработать, смотрите. Всё, он сейчас будет тупить, стучать в открытую дверь. Почему? Потому что он может. Всё. В этот раз всё прошло идеально, ребят. Последняя секция. Всё, ребят, пошли. Нам нужно в эту дверь. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы вырубим этого охранника и спрячем его. Что произойдёт? За то, что мы его вырубили, мы получим 280 очков минусом. И как только мы спрячем тело, мы получим плюс 280, и тем самым мы не потеряем совершенно ничего. Опять же, то, что я показываю, это не максимальный ранг, да, для прохождения. Чтобы получить максимальный ранг тень, нужно, получается, найти ещё все здесь улики, которые спрятаны по этому уровню. Ну, я просто этим заниматься не очень хочу, так как это уже, если вам понравилась игра, то можете сами этим заняться. Здесь ждём. Нам нужно покинуть участок. Здесь очень важно, нужно скрывать своё лицо. То есть, как только тебя кто-то начинает палить, просто отворачиваешься от него, и всё. И всё нормально. Никаких претензий к тебе не будет. Всё, встаём, здесь ничего страшного уже. Теперь можно свободно двигаться к платформе, ребят. Как видите, здесь всё заблокировано. Нам для начала нужно маякнуть, чтобы поезд подъехал к платформе. Аккуратно, аккуратно. Всё хорошо. Главное не вызывать подозрений, идти спокойно. Нам нужно сейчас будет проникнуть на второй этаж. Там будет компьютер, ребят, нужно будет его активировать. Пошли, 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 тихонько, тихонько. Всё хорошо. И этот момент, кстати, в костюме тоже можно пройти, но там, блин, тайминги более дикие. То есть, я сейчас не знаю, я вряд ли смогу это в таком состоянии повторить. Вот здесь аккуратно, смотрите. Главное не смотреть ему в лицо. Спалили, всё. Ребят, сдаёмся. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Всё нормально, прошли довольно просто. Теперь сюда. Как видите, особых проблем нет. Всё хорошо. Теперь нам нужно что делать, ребят? Нужно подождать здесь минуту. Нужно дождаться поезда, а потом быстро запрыгнуть в вагон. Без костюма на низкой сложности это сделать просто на легенде. Это прям вообще дикий, я вас сразу предупреждаю. Так что лучше не пытайтесь. Это уже чисто понты идут, да, на легенде проходить в костюме. И плюс вы ничего за это не получите совершенно. Смысла нет даже этим заниматься. Ну где там поезд? Едите колотить. Ждём, ребята, ждём. Алё. Всё, едет. Вроде, да? Всё, ребят, тихонько, тихонько. Всё, миссия выполнена. Да, специалист. 84 тысячи. Ну, в принципе, как и было в прошлый раз, да? Ладно, продолжаем. Ты был прав. Оружейный барон ищет Викторию. Надо его остановить, пока не поздно. Он уже напал на след. Мой тебе совет, Амика. Хватай тяпку и тюрапай. Нет, не люблю бегать. По моим сведениям, девчонка в Чикаго. Мы с парнями срочно отправляемся туда, но ты должен возглавить операцию. Ты готов? Бэйд? Да, я слышу. Надо сцапать какую-то девку. Её зовут Виктория. Дом тебе позвонит и скажет, где искать. Она где-то там прячется. Всё ясно. Сколько возни из одной цыпочки? Она что, особенная? Придётся привлечь парней. Цена удваивается. Возьми с собой Лене. Он доставит её сюда. Лене? Хромой хрен? Цена утраивается. Прости, но он полный козёл. Двадцать пять. Тридцать девять. Двадцать шесть. Тридцать семь. Тридцать. Тридцать пять. Идёт. Хм. Лене, подойди сюда и дай огоньку. Давай, хромой хрен. Хромой хрен Лене. Заткнись, Вейт. Обожаю старину Вейта. Он молодец. У меня от него мороз похож. Вот за это я его люблю. Вейк Декстер безжалостный, сукин сын. Но бояться следует его делового партнёра, Тома Осмонта. Владельца клуба Лисичка на Бристоль-Стрит. Это страшный тип. Даже по моим меркам. В том плане, что он умён, у него хорошие связи. Это лишь вопрос времени, когда он выйдет на твою девочку в её приюте. Откуда ты об этом знаешь? Если кто-то в Чикаго знает, знаю я. И Том тоже. Пришли мне его фото. Взять тебя за жопу мечтает каждый коп в Чикаго. А значит, до Лисички безопаснее добираться по тоннелю возле Рокси. Удачи, Амика. Ну что ж, ребята, приступаем. Для начала нам нужно сейчас здесь будет кое-что забрать. Это металлическую трубу. Она нам пригодится. Вот. Нам нужно будет вырубить охранника здесь и надеть его одежду. Иначе будет слишком уж тяжко. Можно и без этого проскочить попытаться. Вон там дичь, ребят, на этом уровне сложности. Здесь нужно использовать маскировку и вообще все возможности игры по максимуму, чтобы проходить грамотно. И эта миссия дикая. Ещё по одной причине здесь аж 4 цели будет. То есть нужно будет убить четверых. Короче, такие пироги. Ну я вроде всё отрепетировал. Здесь есть дикие моменты, ребят. Но, короче, да. Придётся всё равно попотеть. Я так-то знаю, что, куда, зачем. Но иногда происходит, ребят, непредвиденная несовершенность ситуации. И приходится импровизировать. Ну это интересно, я вам говорю, ребят. Вот сколько я здесь лазил, сколько я здесь, знаете, сбрасывал с чекпоинта. Перепроходил. Меня реально не бесил ни один момент. То есть я знал, что по своей вине косячу. Я всегда знал, что есть способ пройти. Так, значит, что делаем? Мы их отвлекаем сюда. Теперь идём сюда. Какого хрена? Вот это поворот, ребят. Вот это поворот. Как я и говорил, непредвиденные ситуации. Дубль два. Он слишком рано вышел. Я вот этого никак не ожидал. Нам нужно, получается, туда попасть, вот в ту дверь, до того, как выйдет вот этот вот полицейский. Нам нужно его в итоге вырубить. Иначе никак. Хотя, в принципе, он бы вернулся обратно, рано или поздно. То есть я мог там где-нибудь заныкаться, подождать его. Да, это чуть больше времени отняло, но я бы не попался. Ладно. Сейчас давайте ещё раз дождёмся этого момента, пока он не подойдёт к своему другу. Теперь давайте по-быстрому сюда, сюда. Ты чё творишь? Сюда. Почему я это кидаю? По одной простой причине, ребят. Так как, если я сразу пойду, то меня запалят. Вот, всё, он ещё не идёт. Вот сейчас идеальный будет момент для того, чтобы его вырубить и спятать его в мусорный бак. Ну, давай, дружище, выходи. Быстрее. Не, ничего. Просто нервишки расшатались. Алло. Подожди, где он? Вот, идёт. Тихо, 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 тихо. Всё, ребят, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Так, переодеваемся и прячем тело. Тем самым мы не потеряем ни единого очка. Опять же, то, что я в костюме полицейского, это не значит, что я могу делать всё, что я хочу и ходить, где я хочу. Нужно всё равно быть внимательным и двигаться ползком. Ждём. Называние белый лос и мужчина лет 30-40. Всё, идём за ним. Сэр, я, конечно, верю в презумпцию невиновности, но у нас не все такие добрые. Да, да, да. Хоча хила, иностранец повинен. Ну ладно, с кем не бывает. Капец. Теперь аккуратно здесь, главное не попасться, когда я буду дверь вскрывать. Всё, это было просто. Опять же, ребят, если повернуться к ним лицом, если повернуться к ним лицом, то они могут вас спалить. Нужно быть внимательным. Где вас таких тупых выращивают? Слово Гавайи тебе ни о чём не говорит? А сёр, лица и чикажа. Всегда рад вас видеть, братан. Я тебе не дружище. Ты самый умный, что ли? Хочешь смотреть на сиськи? Плати. Да ладно тебе. Не наезжай. Мы с Ханком кореша. Как только проникнешь в клуб, обрати внимание на барную стойку. Дом любит быть в самой гуще событий. Ох, сейчас будет веселье. Я убью его в туалете, Городка, ребята. Чтобы получить тихого убийцу за прохождение данной миссии. Хотя тихого убийцу здесь получить невозможно, по итогам максимальный ранг вот за всё, да? Это тень. И я собираюсь тень получить, ребят. А всегда бутылку нужно забирать. Бутылка очень нужна потом будет. Всё, полицейский вышел из туалета. Теперь что мы делаем? Смотрите. Обязательно его вырубаем, потому что когда дом сюда придёт, никого не должно быть рядом. Прячем тело и опять же ни единого очка мы не теряем. Всё, теперь наша задача следующая. Тупо дождаться, пока дом не придёт сюда. Вот и всё. Покинуть это место куда сложнее, чем убить. Пока посмотрим на девчонок. Главное сейчас дом на них профукать. Всё, вижу. Ну что там? Я надеюсь, меня за музыку не забанят. Тут куча способов, как его можно убить. Можно застрелить его через стекло, можно на него там люстру скинуть. Чё только его какую-то хрень там уже скинуть. Да, чуть-чуть. Да хрена способов. Но чтобы бесшумного получить убийцу, нужно обязательно убивать город. Всё, идёт, ребят, идёт. Вот он. Следуем за ним. Здесь тоже нужно быть аккуратным. Тут иногда случается баг. Получается, если близко к стене его убивать, то толпа реагирует неадекватно. Всё, тело прячем. Наиболее оптимальный, наверное, путь для выхода, ну, мне так кажется, по крайней мере, да, это вот здесь, ребят. Так как с той стороны пройти достаточно тяжело. Тут мы фактически сразу окажемся у выхода. Но опять же, миссия на этом не закончится, ребят. Так, нужно что сейчас сделать? Нужно дождаться, пока вот этот паренёк не спустится вниз, да, вот замечательно, молодец. Ты прям вовремя. И мы заходим сюда. Теперь аккуратно прячемся здесь. И ждём, пока диалог не закончится, и вот этот вот паренёк не уйдёт. Слушай, Шаин, если ты не знаешь наверняка, то помалкивай. Копы сами разберутся. Не высовывайся. Сейчас дверь откроется, и мы выходим. Всё, пошли. И очередная секция, ребята, пройдена. Ну, самое веселье только начинается. Вот это вообще место дикое, ребят. Я тут, наверное, просидел целый час, пытался понять, как вообще это возможно здесь пройти беспалево. Но в итоге способ я нашёл. Это дичь. Я вам говорю, ребят. Тут придётся вырубить двоих. По-любому. По-другому никак. Ну, по крайней мере, я, ну, не нашёл других способов совершенно просто. Легальных. Так, теперь сюда, смотрите. Здесь можно, в принципе, нормально ползти. Ничего страшного. Мы идём за ним. Идём, 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 идём. И вот здесь нужно сейчас будет немного подождать. Вот когда мы поднимемся, там два момента, которых нужно будет подождать. Иначе никак. Вот сейчас он уходит. Смотрите, мы встаём сюда. И теперь мы ждём, пока он не постоит у левой двери. Потом не начнёт уходить. Его место займёт другой. Короче, сейчас всё увидит. Сейчас объясню, потому что так достаточно тяжело. Там один приходит, другой уходит. Надо всё запоминать. Тяжело это объяснить на словах. Я покажу лучше на деле. Ну, вот смотрите. Нам нужно дождаться, пока вот эти двое ребят не уйдут. И вот этот паренёк, который там вот за, прям вот за стеной, он не зайдёт в ту комнату. И в ту комнату он больше не выйдет. А нам нужно именно туда. Поэтому это геморрой ещё тот. Всё, теперь мы можем идти. Смотри, что мы делаем. Мы заходим сюда. И прячемся здесь. И ждём прям до талого. Пока он не уйдёт, другой не придёт и так далее. Я, наверное, мотану этот момент, ребят, чтобы вас не парить. Потому что это очень много времени занимает. Теперь сюда, ребят. И ныкаемся здесь. Ждём. Ни в коем случае в ту комнату входить нельзя. Пока что. Иначе спарят. Нужно избавиться здесь от одного охранника. И только потом идти туда. Иначе всё, хана. Начинать опять сначала. Вот мы сейчас вот этого рубанём, правого. А эти двое уйдут. После чего я выманю того, который там. Вырублю его. И всё будет огурцом. И вот смотрите. Подходим сюда. И вот смотрите. Спрячем его. У меня ещё есть время. Помните бутылку, которую я брал? Сейчас я её использую. Смотрите. Нам нужно эту бутылку кинуть куда-нибудь, ну, например, вот туда, да? Чтобы привлечь его внимание. Охренеть! Какого хрена он там делал? Ну вот, ребят. Видите, как я и говорил. Дичь. Ладно, давайте скипану до момента, когда я уже вырублю охранника, чтобы вас не парить. Итак, ребята, дубль три. Что в этот раз сделаю я иначе? Смотрите. Этого я сейчас вырубаю. И что мы сделаем? Я сейчас его спрячу. И мы дождёмся ещё одного прохода охраны. То есть, пускай они пройдут ещё раз. И только после этого я кину бутылку. И буду избавляться от того тела, которое находится... Которое будет находиться в той комнате, ребят. Смотрите. Я опять сюда прячусь. И жду, пока они не сделают ещё один проход. Потому что времени слишком мало с этого момента. Я сразу подготовлю бутылку. Вот и он, ребят. Смотрите. И сейчас справа ещё один охранник должен выйти. Ждём его. Всё, этот уходит. И мы сразу идём сюда. Проверять. Как там дела обстоят. Всё, никого. Можно кидать. Быстрее, 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 быстрее. Ладно, кто тут решил испортить мне жизнь? Так, прячем тело быстро. И сразу идём сюда. Всё, ребят. Секция пройдена. Да, это Вейд. Я отправил парней за этой твоей птахой. Если он работает с 47-м, ему надо срочно подрезать крылышки. Позвони мне, когда девчонка будет у тебя. Декстер чует барыш, и я намерен получить свою долю. Бывай, старик! Ты был прав. Дом искал Викторию. Я вовремя до него добрался. Молодец, Амика. Круто! Да, он тобой интересуется. К тебе идут. Некто Вейд. Этот парень чокнутый, как мартовский заяц. Срочно тащи сюда свою жопу, иначе тут будет очень громко и очень ясно. Я тебе перезвоню. Так, очередной момент. Миссия безумно длинная, на самом деле, ребят. Здесь просто куча всего намешана. То есть, вот они здесь, по сути, перемешали, да, старые моменты с инбоксами, с убийствами и новые вот эти вот, скажем так, стелс-моменты. Здесь берем кувалду, кидаем ее сразу сюда, чтобы, ну, ускорить немного процесса. Он будет сейчас там полчаса крутиться, вертеться. Нам здесь предстоит еще вырубить двоих. Тут они добавили охраны на этом уровне сложности, поэтому, ну, придется крутиться. Смотрите, что мы делаем. Мы идем сюда. Сюда. Теперь сюда. Вот, сейчас охранник уйдет. Нам нужно будет его вырубить потом. Сюда, сюда. Получается, в чем дело? Они здесь ищут тело, труп. Проститутки. Этот труп находится вот здесь. Мы ему даже сейчас поможем. Сделаем доброе дело. Ждем. Когда он уйдет. А теперь спускаемся. Аккуратно. Аккуратно. Прячемся здесь. Сейчас мы его вырубим. Так, теперь срочно. Сюда. Быстрее, 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 быстрее. Пока сюда его положим, нам нужно обязательно его спрятать. Будет для того, чтобы получить рейтинг, ребята. Что у нас здесь? Здесь, смотрите. Давайте. Так, сюда. Ждем, пока охранник спустится вниз. После чего я его вырублю и спрячу в ящик. Бутылку нужно обязательно взять, чтобы отвлечь его. Который там, он, видите, они еще одного туда наверх поставили. То есть, раньше здесь был только он один. А теперь их здесь аж три. Очень быстро нужно все это сейчас провернуть будет, ребят. Очень быстро. Уходим. Так, все, он спускается. Я пока, наверное, это тело подтащу туда. Давай, уходи, уходи, уходи. Его я трогать не буду, который наверху. Я его просто отвлеку для того, чтобы пройти. Чтобы не вызывать подозрений. Теперь, смотрите. Я поднимаюсь наверх. Отворачиваюсь от него. Беру бутылку. Встану куда-нибудь сюда, чтобы он меня не увидел. Что происходит? Все, пошли. Черт, дико напряженный ребят должен признать. Хотя знаю, что делать. Выйди из здания. Все, очередная секция пройдена. Птаха, я возвращаюсь в Чайна-таун. Будь осторожен, не высовывайся. Да? Тебе-то легко говорить, амиго. Этот Вейд. Говорят, он умеет развязывать язык. А у меня на языке такое, что мама не горюй. Давай быстрее. Птаха, не нервничай. Здесь нам нужно будет сейчас сменить экипировку. Проще всего этот момент, на мой взгляд, пройти именно в одежде, скажем так, как он называется, повара. Вон тот повар, который нам нужен. Давайте, ребята, аккуратно. Здесь нужно быть очень аккуратным. Все, врубаем его. Там просто слишком много, скажем так, полицейских. Они меня там спалят, ребят. Проще пройти именно в этом костюме. Тащим его. В общем, если тела будете прятать, еще раз напомню, то очки вы не теряете. Ну, а, соответственно, никого, если убивать, не будете еще. Потому что, когда вы убиваете человека, то там, по-моему, минус тысяча сразу идет. Все. Здесь что мы делаем? Смотрите, спокойно уже можно спускаться. Здесь присядем. Нам нужно сюда. Запускается диалог. Ждем, пока он закончится. Можно пока диалоги послушать. Забавно, конечно. Так, выходим отсюда. Здесь не попадаться на глаза. Нам нужно поварам другим. Можно диверсию устроить. Например, фейерверк запустить. Но этого сделать не буду. Не хочу привлекать внешнего внимания. Смотрим здесь. Ждем, пока этот вот повар не пойдет вперед. Я двину за ним. Наша задача, чтобы и так и оставалось, правильно? Вообще чудо. Взяли, взяли. А местные начинают злиться. Заточил его на всех. А почему пропустили того шкета? Слушайте, не знаю, говорил ли я вам уже, но я купил себе домой джакузи. На кой черт ты нам-то это рассказываешь? Да, джакузи. И сам хорошо его есть. Сейчас мы вернемся, кстати, в ту локацию, в которой мы уже были. Все. Секция пройдена. Опять же, я вам говорю, ребят, все не так просто, как кажется. Чтобы это отработать. И вообще понять, как это все делается. Понятное дело, для вас это уже будет проще. Так как вы уже увидели. Да как я это сделал? Аккуратно. Да, 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 да. Задача следующая. То есть я устроил диверсию для того, чтобы отвлечь максимальное количество полицейских туда во двор. Центральный. Здесь нам нужно сейчас будет тихонечко открыть дверь. Твою мать, это они! Трое парней Вейда в толпе задают вопросы. Они скоро найдут меня. Ты должен вытащить меня отсюда, Амиго. Непременно. Это в твоих интересах. Птаха, соберись. Не делай глупостей. Я обо всем позабочусь. Ну что ж, мы снова, ребята, в том самом месте, да, где мы убили короля Чайна Тауна. Только здесь теперь народу больше. Как видите, все празднуют китайский Новый Год. В чем задача? Найти в толпе троих и убедить. Я знаю уже, где они находятся. Можно их даже инстинктом подсветить, да, чтобы если что. Потому что довольно-таки тяжело без всего этого дела их найти. Но я знаю их маршруты наизусть. Поэтому мы сразу займемся делом. Здесь вообще три крутых убийства можно провести. То есть одного можно сделать так, чтобы он сгорел. Второй он может пописать на машину, короче, и его током долбанет. А третьего можно скинуть в канализацию. Или там обрушить на него кирпичи и всякую херню. То есть, ну там, по сути, несколько видов убийств для каждого из них придумано. Вот что мне нравится. Я не буду говорить, как это все сделать. Я вам покажу лишь способ, как убить всех горот, да. А если вас заинтересует, то вы уже сами сможете пройти так, как вам это интересно будет. Берите огнетушитель или бутылку. Это уже, как бы, на ваш вкус. Это потом дело пригодится. Что нам теперь нужно здесь сделать? Здесь нам нужно спрятаться и ждать до того момента, пока сюда не придет первая наша цель. Я скипану момент, чтобы вас не парить, ребят. Все, ребят, на месте они. Слушаем. Все, ребят, все нормально. Первый готов. Пока там повар ничего не видит. Мы его спрячем и сварим отсюда. Можно, в принципе, дождаться, пока он его не убьет. Вон там наверху находится, ребят. Это хрень, которую можно скинуть ему на голову. Но, опять же, погибнет человек. Мне так не интересно. Теперь второй, ребят. Второй находится рядом с заправкой. Вот сейчас нам пригодится как раз-таки огнетушитель, который я подобрал. Ну, или бутылка. Смотрите. Что мы делаем? Нам нужно проникнуть туда. Здесь стоит охранник, и сейчас придет повар. Вон он, идет уже. Нам нужно будет их отвлечь, кинув огнетушитель вот в ту дыру. Ну, не в стенку, вон в ту дыру. Смотрите, хрязь. Подожди. Стоять. Отходим сюда. Теперь здесь. Сразу. Минус два, ребят. Остался последний. Ну, чтобы отсюда выйти, опять же, тут не все так просто, да? Ну, если не знать, здесь нужно брать кувалду. Так как вот этот вот, я не знаю, почему это либо какой-то баг, либо глюк. Он будет курить бесконечно. То есть, если бы он не курил, то это можно было бы сделать просто. А он постоянно стоит там тупо и курит, короче. Смотрите, что мы делаем. Мы кидаем в ту степь теперь. Все. Осталась последняя цель, ребят. Он гуляет там. Можно даже за ним немножко походить. Нам нужно дождаться правильного момента, после чего задушить его. На этом, в общем-то, и все. Опять же говорю, это не единственный способ, ребят. Если вас заинтересует игра, ищите. Здесь очень много крутых моментов. Это не самое крутое убийство, я вам сейчас показываю. Я вам просто показываю, как пройти до... Получив наибольшее количество очков, не собирая улики. Вот здесь наш паренек. Вот он идет. Кстати, по-моему, здесь его даже можно задушить будет. Кстати, да, я думаю, я смогу его здесь завалить. Тут камеры уже нет. И плюс тут еще есть мусорный бак. Слушайте, давайте так и сделаем. Все. Там, получается, можно было дождаться, да, того момента, пока он не захочет пописать. И нужно было, получается... Помните, там, где я первого убивал? Так вот, он подойдет к той машине, которая в самом начале, и вот там можно его тоже задушить. Все, ребят, я всех убил. Тихо. Теперь нам остается только, ребят, покинуть это место. Я вам говорю, ребят, чтобы это все отрепетировать, ушло какое-то невероятное количество времени. Все не так просто, как вам могло показаться. Ну, по ходу прохождения. Это просто дичь. Я не смотрел специально на YouTube ничего, потому что мне интереснее саму все изучать. Ну, в общем-то, вот такие вот пути я нашел. Тахо, где он? Себе кофе, засранец! Он ушел с тем ковбоем. Реально жесткий чувак. Кажется, они подались куда-то в центр. Я опоздал, 47-й. Я делаю то, что должен. Мистер Вейт, что вы предпочитаете? Найти девчонку или потратить пулю? Часики тикают. Ну что ж, ребят, я получил максимально возможную ранку этой миссии тень. На сегодня хватит, я думаю. В следующей части уже продолжим. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Ребят, я завтра все-таки сделаю перерыв. Я еле дописал эту часть. То есть тяжело очень идет. Блин, насморк. И это все мешает жутко, короче. Поэтому давайте я еще денек отдохну. И в понедельник продолжим уже. А на сегодня, ребят, хватит. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх. Комментировать. Также подписываться на канал. На Google+, и Twitter. Там все информации и новости канала. Также подписывайтесь на Twitch. Там проходят трансляции. На дополнительный канал. Там выкладываются записи и трансляции, если вы пропустили. А на сегодня все, ребята. Давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.